О, на проводе. Лео, кто это? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Сразу мы помолчали. Это Home Credit and Finance Bank. Молчание вы слышите, потому что вас соединяет с нами. Мы звоним не вручную, а через программу. Валерич. Да-да-да, слушаю вас. Меня зовут Алена, я представитель отдела взыскания. Звоню по вашему кредитному долгу. У вас 115 дней неоплаты. Сумма с учетом следующего платежа 18 313 рублей 18 копеек. Есть возможность сейчас произвести платеж с карты? Виза-мансер-карты? Не, Ален, нету. Как вы решаете сейчас финансовые трудности, Валерий Петрович? Я отправил письма, сообщил обо всем банк. А дело взыскания с письмами не работает. Это ваша проблема. Мы на дистанционном уровне с вами работаем. Это не наша проблема и не смешно. Проблемы сейчас у вас, в нашем банке. Да, ну а что вы взяли, что у меня проблемы? Смотрите, какой голос веселый. Потому что, Валерий Петрович, вы будете смеяться? Может, вам отказ от оплаты поставить, отправить документы в юродел? Так у вас письма, и я все расписал. Вы что, душа моя? Я вам еще раз повторяю, мы не работаем с письмами. А нафига вы мне звоните тогда? Мы общаемся с вами сейчас, потому что мы с вами общаемся. Ну, общайтесь. Валерий Петрович, сейчас требования формируют согласно 811 статьи. Долг у вас будет 191 тысячи. Ну, формируйте. А что проблема? Вы хотите такую сумму себе? А как эта сумма? Что содержится в письмах? А у меня от этого сразу деньги, вот вы сформировали, у меня сразу какая-то сумма в кошельке возникла. Вот именно, что у вас денег не будет. Значит, документы будут перенены в судебный участок. И что теперь? Валерий Петрович, смешно вам? Я и написал в письмах. Формируйте окончательную цифру. Знаете, мне кажется, пускай с вами общаются, наверное, сотрудники предрозыска с вами. Кто? Валерий Петрович, один один. Вы 30-й ФЗ давно читали? Да. Валерий Петрович, конечно. Вы не имеете право мне говорить о тех вещах, которых не может быть. Подождите, Валерий Петрович, у нас есть сотрудники предварительного розыска, которые работают точно так же, как отдел взыскания. А, звучит страшно. Валерий Петрович, вы не серьезно общаетесь? Почему не серьезно? Вас никто не пугает? Вас коллективская генская пугает, мы вас не пугаем. Пускай сотрудники этого розыска вашего предварительного. Информацию передаю в юридический отдел, готовьте слово для всего выплаты.